Собственно говоря, главная цель моих книг и меня как автора я вижу в том, чтобы показать простому рядовому человеку, как на самом деле устроена политическая система. Не только в нашей стране, а вообще в принципе. Она везде одинаковая, она была всегда одинаковой и всегда одинаковой будет. Меняются только названия и небольшие нюансы. Принципы ее функционирования и существования всегда одинаковые. И в чем проблема? Проблема в том, что говорится одно, делается другое, подразумевается третье. Вот так работает политическая система. И обычный человек находится вот от этой разницы в смыслах в неком затруднительном состоянии. Люди не понимают, что происходит, не понимают, что происходило и испытывают затруднения с тем, чтобы разобраться. Потому что в учебниках написано одно, говорится другое, потом выпускаются другие учебники. Одним словом, огромная каша. Если с физикой, химией и математикой более-менее разобрались, то вот с историей и экономикой разобраться не может никто. В качестве примера могу привести свой собственный опыт. Я в ВУЗе изучал экономику социализма. Закончил ее изучение в 1992 году, как раз когда закончилась сама экономика социализма. Но я боюсь огорчить и вас. Ту экономику капитализма, которую сегодня преподают в мировом масштабе, она тоже подходит к концу. Ее ждет такая же печальная участь, как экономику социализма. Потому что сегодняшняя мировая экономическая система, основанная на финансах, крутящаяся вокруг финансов и на финансы ориентированная, сегодня уже однозначно дает сбой. И сегодня признаки ее печальной будущей участи мы с вами каждый день видим по телевизору. Ну представьте себе, кто бы мог год назад нам с вами на полном серьезе заявить, что в одной из ведущих демократических стран дойдут до того, чтобы конфисковать вклады в банках. Но это же никак не вяжется ни с какими понятиями, которые декларируются в современном западном мире. А тем не менее это уже стало фактом. И так событие происходит очень быстро. Сегодня на полном серьезе обсуждается идея и возможность распада Евросоюза, возможность крушения доллара, возможность крушения Соединенных Штатов Америки. Отмотайте лет 15 назад, 10 назад, ну нас бы с вами за такие обсуждения, наверное, бы в сумасшедший дом отправили. Потому что этого просто не могло быть. Доллар был всегда, нам казалось, после крушения Советского Союза, что та экономическая формация, в которую мы пришли, она вечная, она правильная и единственно верная. Но видите, жизнь, она действительно все расставляет по своим местам. Вот невидимая рука рынка, мы ее в жизни почему-то не видим. А вот жизнь, простите за тавтологию, в жизни мы видим. И действительно нежизнеспособные системы рано или поздно начинают давать сбой, начинают хандрить и начинают открыто декларировать то, что они, конечно, декларировать не должны. А именно заявлять на весь мир о том, что рано или поздно этой системе придет конец. И вот с одной стороны экономика, с другой стороны политика. Очень важно разобраться в том и другом одновременно, потому что они очень тесно переплетены всегда. И в политических событиях всегда очень много экономики, а в экономике всегда очень много политики. Без понимания того, что миром движут вот этот симбиоз политико-экономических отношений, что, в принципе, и называется геополитикой, мы с вами многие события, ну, наверное, с трудом сможем понять. Если мы начинаем все происходящее в мире мерить только экономикой, то мы с вами, например, не можем понять события, которые происходят сегодня на Ближнем Востоке. Ну, представьте, Египет. Верный сателлит Соединенных Штатов Америки, западного мира. Покупает американское оружие. Собственно говоря, даже в угоду Соединенным Штатам Америки заключил когда-то сепаратный мир с Израилем. То есть полностью проамериканский президент Мубарак правит этой страной. Что еще нужно, казалось бы? Выполняет все требования Запада. Там начинаются определенные беспорядки и волнения. И Запад, вместо того, чтобы поддержать своего ставленника, неожиданно поддерживает противоположную сторону, не давая Мубараку навести порядок в стране. Если вы помните, например, одно из главных обвинений, которое выдвигалось против президента Египта, когда он был арестован. Это он запретил интернет в стране. Представьте, что это не шутят, а это действительно такое обвинение было предъявлено. Но, наверное, президент страны имеет право для сохранения целостности и порядка в стране отключить в стране интернет. Ему, президенту, как говорится, виднее. Нет. Это выставляется на полном серьезе, дальше его осуждают и так далее. Почему? Пришел ли покой и достаток в Египет? Нет. Нет. Мы видим, что там постоянное нарастание напряженности, постоянное нарастание хаоса. Уже большое количество людей погибло во всевозможных столкновениях. Таким образом, ситуация вообще странная. Был Мубарак, был порядок. Не стало Мубарака, жизнь стала только хуже, хаоса стало больше, христиане начинают выдавливаться из Египта. Вопрос. Зачем же тогда поддерживалось это протестное движение? Почему, наоборот, Запад не поддерживал президента? Потому что совершенно другие неэкономические интересы двигали Западом. Потому что ему нужно сейчас хаотизировать весь Ближний Восток, разрушить ту государственность, которая там была построена после Второй мировой войны, просто, что называется, разровнять это поле и повторить нечто, что было в позднюю римскую эпоху, когда было великое переселение народов. Огромные массы людей переселялись с одних территорий на другие и это приводило к колоссальным изменениям в тогдашней геополитической системе. Ну, мы помним, да, я не буду уходить в историю Древнего мира, когда варварские народы уничтожили Западную Римскую империю. Ну, а потом последующее переселение народов уничтожило и Восточную Римскую империю. Вот сейчас примерно то же самое с поправкой на 21 век. Большие массы населения, а там активно идет рост населения на Ближнем Востоке, с демографией там все хорошо, будет полностью уничтожена государственность и инфраструктура для проживания. А куда эти люди будут вынуждены двинуться? В Египте уже скоро и есть будет нечего, потому что там постоянно государство закупало продовольствие для наиболее бедных слоев. Теперь уже даже нет денег для этого, потому что деньги Египет откуда брал? От какой отрасли? От туризма, конечно. В России очень многие ездили в Египет, и некоторые ездят еще до сих пор. Ну, может быть, наиболее отчаянные головы даже будут ездить и дальше, когда там каша заварится еще покруче. Но ведь это же очевидно, если все благосостояние страны покоится на туризме, то ни в коем случае нельзя допускать беспорядка в стране, потому что ни один здравомыслящий турист в большом масштабе не поедет туда, где у него могут возникнуть серьезные проблемы. Тем не менее, правительство Египта до сих пор не может или не хочет навести порядок. Нет денег для государства, потому что нет поступления валюты от приезжающих туристов. В итоге это приведет к оскудению казны, повышению цен, уменьшению социальных выплат, недовольству еще большему и еще большему хаосу. То есть, когда вы свергаете Мубарака, вы можете заранее предсказать, чем все это закончится. Закончится это катастрофой. Но если мы будем мерить это экономическими принципами, мы ничего с вами не поймем. Зато если мы начинаем мыслить политически, нам все становится ясно. Американцы, Запад приносят Ближний Восток жертву своим интересам. Разрубшим государственность этих стран, они двинут хаос, двинут вот тот исламский фундаментализм, который сейчас там набирает силы, в сторону Афганистана, Пакистана. Дальше среднеазиатские государства, в которых тоже попытаются организовать революции, которые точно так же приведут к крушению среды обитания этих народов. А дальше давайте зададим себе вопрос. Куда массы беженцев из Средней Азии могут направиться? Вариантов немного. Я надеюсь, что уважаемые студенты знакомы с картой мира и картой Евразии. Эти беженцы направятся туда, куда сегодня направляются гастарбайтеры из этих государств. То есть к нам сюда. Второй вариант – в сторону Китая. Таким образом, раскачивая ситуацию на Ближнем Востоке, наши геополитические друзья на Западе имеют в виду создание сложностей, напряженности, а может быть даже и войны, в худшем случае по периметру наших границ, а в лучшем для них, естественно, случае внутри наших границ. Вот, собственно говоря, и вся достаточно нехитрая комбинация, которая ими сейчас разыгрывается. Комбинация – это, может быть, на десятилетия вперед, не на какие-то считанные месяцы. Поэтому неискушенному в политике человеку очень сложно иногда проследить такие долгоиграющие комбинации. Но, тем не менее, это все является тем, что и называется, по сути, политикой. А мы с вами живем в новостях, которые нам рассказывают каждый день заново. Вот сегодня что-то случилось, нам сегодня это рассказали. При этом не рассказывают о том, что это увязано с событиями, которые были год назад, два года назад, неделю назад, месяц. И я очень надеюсь, что люди, которые ознакомились с моими книгами, начинают видеть, во-первых, связь между различными событиями, а с другой стороны, начинают понимать важность изучения истории, потому что тогда корни этих событий и становятся очевидны. Но вот такая хитрая игра, о которой нам не рассказывают, идет ежедневно, ежечасно по всей планете. Она, собственно говоря, политикой и является. И я стараюсь в своих книгах рассказать вот эту подноготную, потому что рассказы о том, что верхи не хотели, низы не могли, это все красивые объяснялки, которые потом уже задним числом, может быть, через много-много лет выписывают историки в своих книгах для того, чтобы как-то свести концы с концами. Но нужно понимать, что политика достаточно циничная, очень жестокая и очень прагматичная вещь. Никто никогда из политиков не совершает никаких поступков без какой-либо... Поэтому разговоры о том, что кто-то идиот вдруг взял и что-то сделал, как Саддам Хусейн напал на Кувейт, очевидно, что не имея никаких причин надеяться, что он сможет выиграть какую-либо войну, означает, что мы не понимаем всего расклада, который вокруг этой ситуации есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!